Деньги обольщенных Более всего обольщен тот, кто обольщается миром этим с его приходящими благами и предпочитает его миру вечному, удовольствовавшись им вместо мира вечного. Кто-то из таких людей даже говорит, этот мир наличные деньги, а мир вечный отсроченный платеж, а наличные деньги полезнее отсроченного платежа. Всевышний Аллах запретил нам обольщаться миром этим, пусть не обольщает вас земная жизнь. Сура Люкман, аят 33. Так не обманывайте же земной жизнью с ее украшениями, а иначе они заставят вас забыть о мире вечном. Тафсир Муясар. И он сообщил, что не следует обольщаться тем, что есть у несправедливых. Пусть не обольщает тебя свобода действий на земле тех, кто не уверовал. Это всего лишь недолгое удовольствие. Сура семейства Имрана, аят 196. И Коран осуждает обольщение, в которое впадает человек. О человек, что ввело тебя в заблуждение относительно твоего великодушного Господа? Сура раскалывания, аят 6. Сообщает Всевышний и о том, что шайтан сулит людям ложное. Он дает им обещания и возбуждает в них надежды. Но шайтан не обещает им ничего, кроме обольщения. Сура женщины, аят 6. В Коране также упоминается, что неверующие в своей отдаленности от Аллаха становятся жертвой обольщения. Поистине, неверующие пребывают в обольщении. Сура владычества, аят 20. А другой говорит, лучше пылинка в руках, чем обещанная жемчужина. А кто-то говорит, мирские наслаждения точно можно обрести, тогда как наслаждение мира вечного под сомнением. И я не стану отказываться от реального, ради того, что под сомнением. Это один из величайших обманов и хитростей шайтана. При этом бессловесные животные разумнее этих людей, поскольку если животные боятся вреда чего-то, то они ни за что не станут делать это, даже если их бить. А эти люди идут навстречу верной гибели, не веря до конца и не отвергая до конца. Если поступающий так верит в Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха, во встречу с ним и воздаяние, то он потерпит больший убыток, чем другие люди, потому что он поступает так, не будучи невежественным. А если он еще и не верит в Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то тут вообще не о чем говорить. На слова таких людей о том, что наличные деньги лучше отсроченного платежа, можно ответить так. Если наличные деньги и платеж, который отсрочен, равны по своей ценности, то да, все так. Однако если отсроченный платеж ценнее и больше, то он и лучше. А о чем говорить, когда мир этот со всем, что в нем, по значимости своей сравним лишь с одним дуновением мира вечного. В Коране содержится указание на то, что мир этот не имеет никакой ценности в сравнении с миром вечным. Мирские блага недолговечны. Сура женщины, аят 77. И что мир вечный истинное благо, а последняя жизнь лучше. Сура женщины, аят 77. Несмотря на это, есть люди, которые чрезмерно привязаны к миру этому и придают забвению мир вечный. Они говорят, есть только наша земная жизнь, и мы не будем воскрешены. Сура Скотт, аят 29. А ведь мир этот, всего лишь игра и забава. Земная жизнь, всего лишь игра и потеха. Сура Скотт, аят 32. Но некоторые люди предпочитают мир этот миру вечному. Это потому, что они предпочли земную жизнь последней жизни. Сура Пчелы, аят 107. Но именно жизнь вечная является настоящей жизнью. А последняя обитель, это настоящая жизнь. Сура Паук, аят 64. И поистине жизнь вечная, это и есть настоящая постоянная жизнь, которая не заканчивается смертью. Тафсир Муэссер. А тот, кто предпочел мир этот миру вечному, войдет в огонь. Тому, кто приступил к границе дозволенного и отдал предпочтение земной жизни, пристанищем будет ад. Сура Вырывающие, аяты 37-39. Аль-Муставрит ибн Шаддад, да будет доволен им Аллах. Передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Мир этот, по сравнению с миром вечным, подобен тому, как кто-то из вас окунает палец в море. Пусть он посмотрит, что останется на нем. Передали муслим, от Тирмизи ибн Маджа. Так что предпочитать эти наличные деньги, тому отсроченному платежу, значит оказаться в величайшем убытке и проявить отвратительнейшее невежество. Если таков мир этот в сравнении с миром вечным, так что такое земная жизнь в сравнении с жизнью вечной? И как надлежит поступать разумному? Предпочесть мирское в этот короткий отрезок времени и лишить себя вечного блага в вечной жизни? Или же отказаться от малого, ничтожного и быстро исчезающего, чтобы обрести бесценное, которое ни с чем не сравнимо и не имеет подобия, бесконечно и не имеет пределов? Что же касается слов «я не стану отказываться от реального ради того, что под сомнением», то для начала следует выяснить, ты сомневаешься в благих обещаниях Аллаха, его угрозах и правдивости его посланников, или ты твердо веришь во все это? Если ты твердо веришь во все это, то ты оставляешь эту недолговечную, тленную, быстро исчезающую пылинку ради того, что совершенно реально, в чем нет никаких сомнений и что вечно и никогда не исчезнет. Если же ты сомневаешься, то обратись к знамениям Всевышнего Господа, указывающим на его существование, его могущество, волю и единственность и правдивость его посланников в том, что они сообщили о нем. И так усердствуй в изучении до тех пор, пока тебе не станет ясно, что то, что принесли посланники от Аллаха, истина, в которой нет сомнения. И что Творец этого мира и Господь Небес и Земли превыше того, чтобы его качества и действия были противоположны тому, что сообщили о них его посланники. Например, указание на необходимость существования и постоянства истины. А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них. Сура верующие, аят 71. Указание на необходимость существования единого Бога. Если бы на них, на небесах и земле, были иные божества наряду с Аллахом, то они, небеса и земля, разрушились бы. Аллах, Господь трона, причист и далек от того, что они приписывают Ему. Сура пророки, аят 22. Ветры и облака, оживление мертвой земли, существование воды и многое другое, указывают на существование Всевышнего Аллаха. Поистине, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах не спасал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей разумеющих. Сура корова, аят 164. В смене ночи и дня, в уделе, который Аллах не спасал, с неба и посредством которого Он оживляет землю после ее смерти, и в смене ветров, есть знамения для людей разумеющих. Сура коленопреклоненная, аят 5. Так, Всевышний сотворил небеса и землю. Разве они не видят, что Аллах, который сотворил небеса и землю и не утомился от их сотворения, способен оживить мертвых? Сура пески, аят 33. Он установил и отмерил день и ночь. Аллах определяет меру дня и ночи. Сура завернувшейся, аят 20. Он дарует власть и лишает ее, возвышает одних людей и унижает других. Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Сура семейства Имрана, аят 26. Он дарует удел. Ты даруешь удел, безо всякого счета, кому пожелаешь. Сура семейства Имрана, аят 27. Он прощает и карает. Он подвергает мучениям, кого пожелает, и прощает, кого пожелает. Аллах может все. Сура трапеза, аят 40. Аллах один. Ваш Бог, Бог единый. Сура корова, аят 163. И поклонение одному Аллаху, лучше поклонение разным лже-богам. Множество различных богов лучше, или же Аллах, единственный, могущественный. Сура Юсуф, аят 39. Покорность посланнику, мир ему и благословение Аллаха, обязательно. Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Сура свет, аят 54. Все пророки призывали людей к поклонению Аллаху. Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Сура поэты, аят 107. Благородные посланники передали послание Господа своего в точности, дабы люди последовали прямым путем и распространяли Единобожие. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и истинной религией. Сура покаяния, аят 23. Тот, кто приписывает ему не то, что они сообщили о нем, богохульствует, обвиняет его во лжи и отрицает его господство и его власть. Ведь каждый обладатель неиспорченной, изначальной естественной природы понимает, что истинный властелин не может быть слабым или невежественным, не знающим чего-то. Он не может ни слышать, ни видеть, ни говорить, ни повелевать, ни запрещать, ни вознаграждать и ни наказывать, ни возвышать кого пожелает и ни унижать кого пожелает, и не направлять посланников своих в разные уголки царства своего, не заботиться о делах паства своей и просто оставить их на произвол судьбы. Подобное было бы изъяном даже для земных царей и неприличествует им. Так как можно приписывать подобное истинному властелину? Если человек задумается о положении своем с тех пор, как он представлял собой каплю презренной жидкости, и до того момента, когда он достиг своего расцвета и совершенства, то ему станет ясно. Тому, кто так заботился о нем и переводил его от одного жизненного этапа к другому, не приличествует оставить его просто так, предоставить его самому себе, не дав ему ни велений, ни запретов, не познакомив его с его обязанностями перед ним, и не вознаграждая его и не подвергая наказанию. Если бы раб Аллаха всерьез предался подобным размышлениям, то все, что он видит и чего не видит, он воспринимал бы как доказательство единственности Аллаха, правдивости его посланников и истинности воскрешения, а также того, что Коран — его слова. Мы привели эти доказательства в книге «Клятвы в Коране» при разъяснении его слов «О да, клянусь тем, что вы видите, и тем, чего вы не видите». Поистине, Коран — слова, переданные благородным посланникам. Сура неизбежная, аяты 38-40. И мы упоминали об этом при разъяснении его слов, заключены знамения и в вас самих, разве вы не видите? Сура рассеивающая, аят 21. Сам человек является доказательством существования Творца, его единственности, правдивости его посланников и того, что ему присущи качества, свидетельствующие о совершенстве. И так очевидно, что эти люди, чрезмерно привязанные к миру этому, обольщены в обоих случаях. И в случае, если они обладают убежденностью, веря в Аллаха, его посланников, воскрешение и воздаяние, и в случае, если они опровергают и сомневаются. Ты можешь спросить, как же дела могут не соответствовать твердой вере и убежденности, не сопряженной ни с какими сомнениями в истинности воскрешения, рая и ада, если эта убежденность действительно есть? Разве это свойственно человеку? Знать, что завтра он будет вызван к царю, дабы тот подверг его суровому наказанию или же оказал ему величайший почет, и при этом спокойно спать, пребывая в беспечности, и не вспоминать о том, что ему предстоит встреча с царем и не готовиться к этой встрече и не проявлять бдительности. Тут можно сказать, да, клянусь Аллахом, предположение, заключенное в этом вопросе, правильно в отношении большинства людей. И это сочетание двух несовместимых вещей поистине удивительно. Это явление имеет несколько причин. Причина первая. Недостаток знания и убежденности. Слова того, кто считает, что знание – понятие неизменное, относятся к числу самых несостоятельных утверждений. Ибрахим, мир ему, просил Господа своего показать ему, как он оживляет мертвых, хотя на тот момент он уже знал, что Господь способен на это, просто для того, чтобы добавить себе душевного покоя и для того, чтобы увидеть известное, но не виданное им ранее. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, сообщение, неподобно увиденному воочию, передал Ахмад. А если к недостатку знания прибавляется его отдаленность от сердца значительную или большую часть времени, поскольку человек занят противоположным ему, и сюда еще добавляется влияние натуры, влечений, страстей и души, а также обольщение со стороны шайтана, и если к тому же человек еще и считает, что благое обещание осуществляется слишком медленно, и надежды его при этом простираются очень далеко, и если при этом человек еще и беспечен, привязан к миру этому, допускает истолкование и находится во власти привычек, то в этом случае веру может удержать в сердце лишь тот, кто поддерживает небеса и землю. Поэтому люди отличаются друг от друга своей верой, так что у некоторых она подобна мельчайшей частичке. Все это проистекает из слабости способности видеть истину и терпение. Поэтому Всевышний Аллах похвалил обладателей терпения и твердой убежденности и сделал их предводителями в религии. Всевышний Аллах сказал, «Мы воздвигли среди них, подающих благой пример, предводителей, которые вели остальных прямым путем в соответствии с нашим повелением, поскольку они были терпеливы в исполнении веления Аллаха, соблюдении его запретов и призыве к нему, и твердо верили в наши знамения». Сура «Земной поклон», аят 24.